В студии Ирина Кожина. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о ключевых новостях региона. Итак, главное в этот четверг. Большой разговор о высоких широтах. На форуме в Архангельске сегодня говорили о перспективных проектах. Спасибо врачам. В Котласе подвели первые итоги проекта «Поезд здоровья», локомотивом которого стали врачи местной больницы. Слова, написанные сердцем. Акция «Письмо солдату» проходит в области. Северян приглашают принять участие в первом семейном туристическом конкурсе. Расскажем, как это сделать. Открылся 10-й международный форум «Арктические проекты. Сегодня и завтра». Он традиционно стал важной площадкой для обсуждения вопросов развития ключевых проектов. И инфраструктуры, нефтегазовой и горно-рудной промышленности, а также межрегиональных кооперационных связей. Выступая на пленарной сессии, губернатор Александр Цибульский напомнил, что Архангельский порт вошел в число опорных для Северного морского пути. Весной 2023 года планируется утверждение плана развития Архангельского транспортного узла. Как отметил глава региона, в новых экономических реалиях морские перевозки, очевидно, станут приоритетом в логистике. И поморье имеет важные ресурсы для этого направления. В погрузочно-разгрузочном районе экономия функционирует единственный в арктической зоне контейнерный терминал с возможностью хранения до 75 тысяч контейнеров в год. И помимо обеспечения арктических проектов, многочисленные архангельские судоходные компании также участвуют и в северном завозе, в снабжении полярных станций. На форуме сегодня также обсудили ход реализации инвестиционных проектов в Арктике, планы по освоению перспективных месторождений. Завтрашний день посвятят темам геологоразведки и энергоэффективности. Привлечение кадров в медицину, современные пространства для молодежи и дороги, отвечающие всем стандартам. Во время рабочей поездки в Котлас глава региона во внимание взял те проекты и объекты, которые особо востребованы для Юга области. Подробности в сюжете моих коллег. Наряду с железнодорожными составами по области сентября курсирует поезд здоровья. В проекте регионального Минздрава принимают участие и врачи-специалисты Котласской горбольницы, выезжают в отдаленные населенные пункты. Все субботы до конца нового года полностью расписаны. Мы начали, получается, в течение месяца на каждую точку по два выезда, чтобы успеть принять, назначить, потом принять решение. Среди специалистов – кардиологи, невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог и многие другие врачи. За активное участие в проекте медиков поблагодарил губернатор Александр Цибульский, посетивший Котласскую ЦГБ в ходе рабочей поездки по району. Огромное спасибо, что вы согласились. Многие населенные пункты, куда годами не приезжали узкие специалисты, сегодня получили возможность такой диагностики. И очень хотелось бы, чтобы этот проект продолжался, расширялся и дальше как-то тиражировался по области. Чтобы в районах в принципе появлялось больше врачей, правительство области и СГБУ организовали для 11-классников мотивационный конкурс. Они должны написать небольшое нам эссе с изложением того, почему они хотят и почему их это увлекает. Мы отберем из них 100 лучших и этим детям дадим возможность онлайн бесплатной подготовки в течение года к экзаменам по ЕГЭ, по этим узким специальностям, для того, чтобы они могли поступить в СГБУ. Кто-то из ребят будет готовиться к поступлению в модельных библиотеках. В регионе их уже 16. Последняя появилась в Котласе. Ее ремонт и переоборудование велось в рамках нацпроекта «Культура». Модернизация библиотеки качественно изменила пространство ее, стиль работы коллектива и имидж детской библиотеки. В библиотеке появился арт-холл, игровая зона, место для проведения мастер-классов. Это, по сути, такой пример, который надо дальше распространять на все остальные библиотеки. За федеральный или за наш счет, но тем не менее мы должны к этому стремиться. Стремится регион и к качественным дорогам. Губернатор побывал на проспекте Мира в Котласе, где по нацпроекту «Жилье и городская среда» ремонтируется почти полуторакилометровый участок. Строительство вообще подразумевает устройство дорожного полотна шириной 7 метров, далее тротуары, линии освещения. Это будет двусторонняя? Двусторонняя. Линия освещения на сегодняшний день сделана, ливневая канализация сделана. Готовность объекта составляет порядка 70%. Завершение работ обеспечит транспортную доступность 15-го и 16-го кварталов Котласа и снизит нагрузку на другие городские магистрали. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Александр Кузнецов. Регион 29. Очередные группы добровольцев до конца года планируют подготовить региональный центр патриотического воспитания. Инструкторы – те, кто в том числе побывал в зоне специальной военной операции. Мой коллега Николай Цып сегодня наблюдал, как идет обучение. Твоя задача сейчас – посмотреть лестничный марш. Работа группы выстроена пошагово, один прикрывает другого. Каждый миллиметр лестничной клетки должен быть обследован на наличие врага, прежде чем подниматься дальше. Это курс подготовки добровольцев к службе в вооруженных силах. Настоящая граната рвется примерно в 10 раз громче, объясняет инструктор по военной подготовке. Иван уже бывал в зоне специальной военной операции. В перерывах между службой передает опыт тем, кто решил добровольно идти на защиту границ. Сейчас тренируем зачистку здания. Напарник у меня работает по зачистке лестницы, то есть входы на второй, на третий этаж. Далее я уже работаю непосредственно, когда мы поднялись на этаж, то есть вход в объемы, то есть комнаты. Как их досматривать, как правильно проходить, держать сектора. Эти курсы организованы региональным центром патриотического воспитания. Так добровольцы будут максимально готовы к тому, с чем могут столкнуться. Это у нас третий набор группы подготовки. Приняло участие более 30 человек уже в подготовке, в курсах. В этих более 15 человек ушло уже служить в вооруженной силе. Сегодня у этой группы уже девятый, предпоследний день занятий. Условия всего курса приближены к боевым. Живут добровольцы в палатках, питаются также в поле. Алексей Чурсанов – пенсионер МВД. С началом частичной мобилизации решил пойти по контракту. Дополнительной подготовкой пренебрегать не стал. Живем на полигоне, в палатках. Все, как оно должно быть. И привыкаешь к этому. Каждый для себя что-то познает новое. И с чем он столкнется там, все рассказывают, показывают. Потому что инструктора все в основном побывали в этой точке. И этот опыт, который мы принимаем здесь, он очень бесценен. В планах Центра патриотического воспитания в этом году подготовить еще несколько групп. После курсов желающие добровольцы отправятся в военкоматы. Затем подготовка на базах Минобороны. Николай Цыпь, Юлия Куницкая, Регион 29. Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» в Архангельске продолжает формировать комплекты поддержки для военнослужащих. Что проходит подготовку в учебных центрах или уже находится в зоне спецоперации. Сегодня с упаковкой посылок помогали студотряды и серебряные волонтеры. Минобороны военнослужащих обеспечивает всем необходимым, но порой вот этих мелочей так не хватает. Как напоминание о доме, где ждут. Потому губернаторский центр «Вместе мы сильнее» формирует очередные комплекты поддержки для северян, что сейчас в зоне спецоперации, а также проходит подготовку. Помочь с работой вызвались студотряды. Все ребята чувствуют ответственность за ту работу, которую они выполняют, потому что от того, как качественно и правильно они ее сделают, может зависеть, не побоюсь этого слова, жизнь людей, которым мы отправляем данные наборы. В посылках и элементы обмундирования, и продукты формируются около 300 наборов. Координируют сборы, отправку помощи региональный штаб поддержки иммобилизованных и их семей, который создан на базе губернаторского центра по поручению главы региона. Помощь от неравнодушных людей продолжает поступать ежедневно. Оформлять посылки помогают и серебряные волонтеры. Мы переживаем за них и хотим, чтобы они знали, что мы ждем их, как мамы своих детей. Кстати, предметов первой необходимости, особенно сладостей и продуктов, собрано уже столько, что хватит поделиться и с бойцами из других регионов. Наши военнослужащие, мои коллеги, я сам оканчивал военный учебный центр, я сам являюсь сержантом запаса, сейчас воюют за нас, за нашу страну. И это лишь малая часть помощи, которую я могу им оказать. То, что мы сейчас здесь наблюдаем, это вторая часть той большой поставки экипировки, которую предложил губернатор в начале октября, когда был в Ленинградской области, на учебных базах подготовки Министерства обороны. Все собранные вещи упаковывают в непромокаемые мешки, а затем в коробки, чтобы предохранить груз от промокания. Все тщательно пересчитывается и подписывается, чтобы уже там, на месте, оперативно распределить и раздать военнослужащим. Первая партия гуманитарной помощи в ближайшие дни отправится в воинские подразделения, где несут службу северяне. Артемий Заварзин, Мария Даник, Александр Кузнецов, Регион 29. Архангельская область продолжает участие в акции «Письмо солдату». Сегодня площадкой стал педагогический колледж. Проект в поддержку земляков, что сейчас находится в зоне специальной военной операции. Все письма от молодежи будут переданы в Центр Патриот и вместе с гуманитарной помощью отправятся бойцам. Я пожелала скорого возвращения домой, к семье, к близким. Ну и чтобы все было хорошо. Ребята, которые пишут эти письма, они в первую очередь присоединяются к этой поддержке наших солдат. Нам на фронте, когда там тяжело. И когда я даже сам лично общался с ребятами, которые вернулись с фронта, когда они читают письма от ребят, им становится более теплее, душевнее и придает новые силы. К акции присоединяются все районы области. Письма солдату напишут также юноармейцы в зональных центрах патриотического воспитания. Сегодня международный день борьбы с остеопорозом. Увы, знакома многим хрупкость костей и риск переломов даже при незначительных травмах. Бой недугу объявили в Архангельске. В первой городской больнице провели день открытых дверей, где побывала и наша съемочная группа. Часто остеопороз называют немой эпидемией. В России в группе риска каждый пятый 14 миллионов людей уже имеют установленный диагноз остеопороза. После 50 лет особенно возрастает вероятность заболевания. Поэтому лучшая тактика здесь – профилактика. К этому относится восполнение дефицита витамина D. Потому что витамин D мы получаем всего лишь 30 дней в году. У нас на севере, поэтому нужно пользоваться различными лекарственными препаратами. Не менее 1000 единиц в сутки. Также к профилактике относится употребление молочных продуктов, а также продуктов, которые богаты кальцием. При профилактике остеопороза важную роль играют умеренные физические нагрузки. Но лучше всего – северная ходьба. Почему именно северная ходьба? Это единственная, наверное, из многодоступных видов физической активности, которые задействуют около 90% мышц всего тела. И можно заниматься людям, даже если уже изменения возрастные какие-то начались. Уже несколько лет эндокринологический центр Архангельска проводит День открытых дверей. Главная задача – помочь выявить хрупкость костей как можно раньше. Я поехала с подругой, она меня пригласила, говорит, будут лекции, конференции типа. Но я решила съездить послушать. Сегодня существует несколько способов постановки диагноза. Прежде всего, конечно, по наличию уже случившихся низкотравматичных переломов. Второй вариант. Мы вот сегодня проводили исследование минеральной плотности костной ткани, пополняли остеоденситометрию. И третий вариант – это расчет по алгоритму ФРАКС, когда мы, заводя в компьютерную программу факторы риска, которые есть у каждого пациента, получаем конкретную цифру риска перелома в ближайшие 10 лет. В Архангельске уже более 10 лет работает школа остеопороза. Там вам сделают бесплатную диагностику. Запись ведется через регистратуру эндокринологического центра. Номер телефона на экране. Артемий Заварзин, Виолетта Копылова, Ольга Красулина. Регион 29. Полминуты рекламы, а после вернемся в студию. Здоровье северян в надежных руках. В аптеках фармации, средства для профилактики и борьбы с вирусами со скидкой до 30%. Пусть осень пройдет без простуд. Аляски, пуховики, кожаные замшевые пальто, а также норковые и мутоновые шубы ждут вас. 20 и 21 октября в городе Северодвинск в культурном центре Дом Корабела и 22 октября в городе Новодвинского Дворца культуры пройдет продажа верхней мужской и женской одежды. Покупателей ждет новая коллекция дубленок и пуховиков, а также кожаные жилеты на общине. Также интересные предложения для всех желающих. Меняем старую шубу или шапку на новую и только сейчас делаем скидку на норку 30%. Продолжаем выпуск. Наш регион богат историей, культурой и традициями. Возможность познакомиться с ними поближе, отправившись в путешествие, появилась у тысяч поморских ячеек общества. Для этого им нужно принять участие в первом семейном региональном туристском конкурсе. Широка страна моя родная. По морю чуть поуже, но и у нас на сотнях тысяч квадратных километров тоже много лесов, полей и рек. А главное – культурно-исторических мест притяжения. Архангел-городец Иван Жернаков вместе с семьей не первый год бороздит просторы региона, но едва ли осмотрел хотя бы половину его достопримечательностей. Шанс пополнить багаж знаний и впечатлений предоставил конкурс, организованный Центром развития туризма и культуры Архангельской области при участии Центра поддержки молодой семьи. Называется «Выбери путешествия» и проходит в три основные этапа. Первый – это тестирование на знания Архангельской области. Второй этап проходит у нас по трем номинациям. Это изображение, литература и туризм. В каждом из них есть две темы на выбор. Участвовать можно как в одной номинации, так и во всех трех, но в каждой выбрать нужно только одно творческое задание. И итоговым этапом становится презентация своего муниципального образования или городского округа, в котором проживают участники. Участие в конкурсе могут принять семьи, в которых есть дети не старше 18 лет. У Ивана таких – трое. Я считаю, что это просто замечательная инициатива, продвигающая Архангельскую область и туризм в Архангельской области, все ее красоты. С удовольствием, когда услышал об этой новости, сразу же решил для себя принять участие, поскольку здесь даже не столько интересно получить приз, сколько посмотреть, какие есть задания и проверить свои знания в Архангельской области. Знания – это хорошо, а приятный бонус к ним еще лучше. Главным призом для победителей во всех трех номинациях станет сертификат на 15 тысяч рублей, который можно будет использовать для путешествия по одному из туристических маршрутов региона, предложенных организаторами. Важно отметить, что конкурс проходит в режиме онлайн. Все подробности можно узнать в группе Центра развития туризма и культуры Архангельской области ВКонтакте. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29. Чемпион Северо-Запада России Ярослав Бессолов провел мастер-класс для молодых боксеров Поморья. Он поделился с ребятами своими знаниями, опытом и рассказал о пути к национальной сборной. Ярослав зачислен в резервный состав. И такого прорыва в Архангельском боксе не было уже много лет. Возрастных ограничений на мастер-классе нет, поблажек тоже уже именитый боксер. Ярослав Бессолов уверен, всегда нужно целиться в луну, даже если промахнешься, а окажешься среди звезд. Я пришел пять лет, и я на тренировке не было таких, как я, там, пять, шесть, семь, даже десять лет не было. Все были старше меня. И я с ними, типа, за руку здоровался. Это было для меня вообще круто просто. Вот. И мне давали задания всегда, что делают взрослые. И благодаря этому Ярослав многократный победитель и призер зональных и всероссийских первенств по боксу. Чемпион Северо-Запада. Главное, включен в резервный состав национальной сборной. Такого успеха регион не знал давно. К слову, в резервный состав сборной команды России также вошла воспитанница тренера Никиты Третьякова, Архангелогородка Лада Еськина. На сегодняшний день пока единственный вид спорта, который во всеуслышание на уровне Международной Федерации заявил о том, что спорт вне политики, спорт должен быть объединяющей идеей. И сегодня, как вы знаете, боксеры любых стран мира, допущено до международных соревнований, нет никаких ограничений для их участия. Успехом спортсменов, конечно, рады тренеры. Но на мастер-классе они не как наставники, а как наблюдатели. Те упражнения, которые сейчас давал Ярослав, вот я смотрю, со стороны, наблюдаю, не вмешиваю. Ну, вот как мне сказала, тоже директор школы спортивной, готовый тренер. Согласно с этим и участники мастер-класса, начинающим и подающим надежды, Ярослав дал азы техники передвижения в поединке. Научился больше двигаться, научился о многих комбинациях, о многих советах на ринге. И это просто опыт от такого человека. Я сюда пришел, потому что я занимаюсь у Лебедева Сергея Александровича и занимаюсь уже более 4-3 лет. После такого мастер-класса у ребят нет выбора – следовать заветам Ярослава и ждать встреч с сильнейшими спарринг-партнерами России, чтобы также вернуться домой с победой. Артемий Заварзин, Валерия Державина, Денис Линчевский, Регион 29. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю только хороших новостей и отличного настроения. До встречи.